В последние несколько дней российские власти сделали несколько тревожных заявлений о грядущей вспышке нового штамма омикрон, которая, по их оценкам, должна начаться в ближайшие недели или дни, и может быть более масштабной, чем все предыдущие волны коронавируса. Вирусологи говорят, что новый штамм может, правда, оказаться опасным для россиян, хоть и он считается менее агрессивным. Человек, встретившийся с омикроном, становится опасным для окружающих уже в первые сутки, а средний инкубационный период заболевания значительно короче – от двух до пяти дней вместо шести и восьми дней. Где-то, получается, в течение пяти, может быть, шести недель мы через пик должны перевалить, и заболеваемость пойдет на спад. Но, к слову говоря, тут, конечно, есть и ряд сомнений, в первую очередь связанных с тем, что в европейских странах очень высокая доля людей вакцинирована от коронавируса инфекции и ревакцинированных дней. Омикрон способен заражать людей с иммунитетом, не вызывая при этом серьезного течения болезни. Инфекция у переболевших и привитых протекает симптомами легких ОРЗ или гриппа. Тяжелое течение инфекции при омикронштамме встречается в разы реже, чем при дельте. При этом, по словам министра здравоохранения, риск повторного заболевания при омикроне возрастает в пять раз, тогда как ранее вновь заражалось менее 1% переболевших. Мы ожидаем, надеемся, что спутник ВИИ и варианты этой вакцины позволят держать, по крайней мере, взять инфекцию под контроль. Чем больше будет непривитых, тем выше вероятность больше заполняемости коек в больницах из-за осложнений. Всего в России полностью вакцинировано 76,7 миллионов человек. Коллективный иммунитет составляет 63,7%. Амир Ахтямов, Александр Кузнецов, Универньюс. Олег Ахтямов, Александр Кузнецов.